Рад приветствовать всех на моем канале. Сегодня мы рассмотрим простой двухкаскадный усилитель с непосредственной связью. И посмотрим, как меняется его рабочая точка, точнее напряжение вот в этой точке, в зависимости от того, как мы будем изменять напряжение питания. Насколько уходит рабочая точка и на что способен такой усилитель, когда его напряжение изменяется либо в более высокую сторону, либо в более низкую сторону. Допустим, просаживаются аккумуляторы и рабочая точка смещается. Усилитель выполнен на двух транзисторах, один из которых мощный, по сути дела, конечный каскад на КТ-803А. У него в эмитерной цепи в качестве обратной связи, ну и опорного сопротивления, стоит резистор 360 Ом. Рассчитывается он довольно хитро, приводить расчет не буду. Дальше идет разделительный конденсатор на 2200 микрофарад. Он отделяет 6-тиомный динамик в колонке, чтобы через него не протекал ток покоя. Ток покоя протекает через вот этот резистор. Вместо резистора смещения у нас стоит второй каскад. По сути дела, это просто автономный усилитель, у которого есть вход, есть смещение, есть разделенный вход, разделительный конденсатор. И этот транзистор имеет в нагрузке переход база-эмиттер вот этого транзистора. Ну, конечно же, вместе с этим сопротивлением. Все. То есть, по сути дела, это составной транзистор, но по уму, если говорить, это двухкаскадный усилитель с непосредственной связью. Непосредственная связь это между эмиттером и базой. Поехали смотреть. У меня есть набор батареек. Конечно же, телефончик в качестве подачи сигнала. Вот так все тут есть. Я буду измерять напряжение на входе, ну, точнее, напряжение питания, которое подается вот сюда, относительно вот этой точки общей. Сюда я уже подключился прибором вольтметром. Есть у меня амперметр, по нему мы будем фиксировать токи, которые протекают. Ну, и, конечно, будем запускать усилитель, чтобы послушать, какие звуки проистекают и от какого напряжения от батареек он будет у нас срабатывать. Ну что, начнем. Вроде все объяснено. Дальше едем по порядку. То есть, ну, я думаю, показывать, как спаяна эта схема, не надо. Поехали. Для начала мы запустим сэмпл, музыкальный фрагмент, и подадим на наш усилитель напряжение в полтора вольта. Вот музыка какая-то там заиграла в колоночке. Давайте поднимем немножко уровень. Еле слышно, но это все-таки полтора вольта. Измеряем ток. Ток примерно 6 мА. Теперь, чтобы показания вот этого прибора, а точнее его сопротивление не мешало нам, мы переключим его на более высокоамперный диапазон. И вы можете так сориентироваться. Вот так по звуку, как изменился звук. Дальше. Берем и измеряем напряжение. Сперва мы проверим, какое напряжение в этой точке. В этой точке, вот можно вот сюда касаться. Так, прибор в студию. Вот в этой точке у нас 1,46 вольта. А вот в этой рабочей точке, это как раз точка, которая идет на динамик через конденсатор, у нас 0,4 вольта. Соотношение можно легко вычислить. То есть, у нас примерно полтора вольта на всю систему уходит. А в этой точке, вот на этом резисторе падает примерно пол вольта. То есть, соотношение единица к двум. Ну, то есть, общее соотношение 3, здесь единичка, здесь 2. Повысим напряжение. Громкость и качество звука возросли. Сейчас, чтобы звук был по качеству, не включим другую мелодию, наверное. Ну, давайте, пусть вот такая звучит. Так, теперь у нас 3 вольта. Проверяем их по прибору вот в этой точке. Это с батареек. 2,86 вольта у нас общее питание. Теперь в рабочей точке. 1,67. То есть, уже приближается примерно к границе двух, но уже все сместилось немного не в ту сторону, как надо. То есть, всего у нас 3 вольта. А на резисторе опорном у нас падает 1,67 вольта. Объясню еще раз на картинке, чтобы было понятно. Вот здесь сейчас у нас около 3 вольт. А здесь у нас 1,68. Ну, настраивал я этот усилитель на самом деле для работы от квадратной батарейки 4,5 вольта или стандартного литий-ионного аккумулятора. Кстати говоря, мы вместе с вами проведем сегодня эксперимент, заключающийся в следующем. Литий-ионные аккумуляторы, в отличие от батареек, имеют внутреннее большое сопротивление. И если кто заметил, вход у меня завязан не на массу и на базу этого транзистора, а на коллекторы объединенные, точнее на положительную шину питания и на базу. То есть, так не всегда делают, но иногда так делают. Почему? Я хочу выяснить вместе с вами. Дело в том, что вход на самом деле через блок питания, а точнее через батарейки, как раз и попадает в эту точку, чтобы на эмиттерах выделялось то самое смещение, то напряжение, которое заставляет их играть. И если я поставлю вместо батареек, которые имеют низкое внутреннее сопротивление, литий-ионный аккумулятор, это будет эксперимент, По идее, эта схема работать не будет. Проверим? Проверим. Ну а пока продолжим наш эксперимент с точкой смещения. Итак, 4,5 вольта, хоть играет, хоть не играет, разницы нет. Проверяем по прибору у нас 4,5 вольта, 4 целых, ну и 3 десятых, будем говорить так. Ну и теперь на рабочем резисторе 3 вольта. То есть, 1,2 вольта у нас осталось на транзисторах. Вот здесь вот, 1,2 вольта. Все остальное, 3 вольта, вот здесь. Как вы понимаете, амплитуда на этом конденсаторе как раз и будет определяться тем минимальным напряжением, которое осталось либо в этом плече, либо в этом плече. Если у нас будет все поровну, то амплитуда будет максимально. Но не все так просто, есть свои хитрые расчеты, которые я когда-нибудь попытаюсь освоить и донести их вам. Итак, давайте дальше уйдем по напряжению. И заодно послушаем, насколько изменится громкость. Ну и ток посмотрим. Вот мы пока что не дошли даже до 15 миллиампер. У нас примерно 10 миллиампер ток покоя. Ток покоя у нас проходит через вот этот резистор и через вот этот транзистор. Это основные потребители. Через этот проходит достаточно мало. Его мало определяется, конечно же, вот этим вот резистором смещения, насколько этот транзистор приоткрыт. Его можно посильнее закрыть, можно послабее. Но все это, его посильнее и послабее определяется вот этой его рабочей точкой. А нам надо найти вот здесь вот напряжение и посмотреть, какое же оно стало. Смотрим. Общее напряжение питания 5,5 В. Для грубости. И в рабочей точке у нас 4,2 В. То есть, общее 5,5 В, а тут 4,2 В. Мы очень далеко ушли от середины из-за того, что у нас напряжение повысилось. Если бы я настраивал этот двухкаскадный усилитель на напряжение 8 В, но использовал при этом блок питания в 4,5 В или 3,5 В, я бы не угадал вот эту рабочую точку и при повышенном напряжении звук бы был нормальный, но я бы просто потреблял ток. Вот как сейчас. Давайте посмотрим, как это произойдет. Я сейчас увеличу напряжение до максимального, а мы послушаем, как будет изменяться звук. Итак, сразу переключим диапазон. Это у нас 5 В, а это у нас 8 В. Усилитель захлебываться не стал. Играет, конечно, хорошо и качественно, но при этом мы выжираем ток от батареек почти. Ну, я думаю, 60 мА точно есть, потому что прибор этот стоит вертикально. Посмотрим, что случилось у нас в рабочей точке. То есть, общее напряжение у нас 8,2 В, а в рабочей точке, увы, большой амплитуды мы не достигнем, почти 7 В. То есть, 8,2 и 7 В. То есть, у нас на транзистор остается всего лишь размах по амплитуде 1,2 В. То есть, превысить мы его никак не можем, потому что общее питание у нас вместе с этим транзистором сместило точку так, что транзистор этот слишком сильно открыт, и падение напряжения на этом резисторе получается почти максимальным, чего делать нам не надо. То есть, 4,5 В для этой вот схемы вот с такими параметрами было оптимальным. Хорошо. Так, отключаемся. И теперь я хочу проверить тот самый эффект вот этой вот бабочки. То есть, если сейчас, работая от батареек, моя схема была работоспособна, будет ли она также работоспособна, если я подключу сюда вместо батареек литий-ионный аккумулятор? Еще раз повторю, разница в том, что батарейки имеют свое внутреннее сопротивление очень низкое. То есть, чем ниже сопротивление батареи, тем они лучше. А вот литий-ионный аккумулятор очень высокое. И по идее, вот такое включение, точнее подача сигнала на вход, не должны срабатывать. Ну что, давайте попытаемся. Так, где у нас что? Переключаем диапазон измерений повыше. Здесь у нас был плюс. Так. А здесь у нас был минус. Батареечки в сторону. Проверяем, ток есть. Да. Ток есть. 15 мА. Ну, потому что тут 4,2 В. Именно под такой аккумулятор я настраивал этот усилитель. Вот этот усилитель. Путем подбора смещения первого каскада. Ну, а теперь проверим, пойдет ли звук там. Звук пошел. Звук не хороший, какой-то хриплый, но все-таки звук пошел. Я хотел просто проверить, действительно ли так, действительно ли сопротивление этого литий-ионного аккумулятора не позволит мне использовать вот такую схему подачи сигнала на положительную шину. То есть, традиционно подается вот сюда, на землю, через эмиттеры. Я же подаю на коллекторы. Потому что, когда-то мне так понравилось, я так делаю. Ну, давайте сравним на ходу литий-ионный аккумулятор с батарейками. Так, вот у нас плюс четыре с половиной вольта где-то вот здесь. Те же самые токи, а звуки? Ну, и такие же хриплые звуки. То есть, большой разницы нет. Сейчас я на ходу сделаю это переключение. Ну, звучит одинаково, но захлебывается. То есть, если я использую аккумулятор, то громче, чем вот сейчас играет колонка, мне лучше не запускать этот усилитель. Почему? Ну, потому что он будет захлебываться, и ему не будет хватать энергии. То есть, транзистор будет недостаточно приоткрываться, так, чтобы вот этот транзистор работал в нормальном режиме. Для этого надо выбрать другие сопротивления. Вывести ток примерно до 30 мА, ну, где-то 20 мА, уменьшив это сопротивление, наверное, вдвое. Где-то 30 кОм, либо 20 кОм. Ну, вот. Я все проверил, все играет, все работает. Теперь я точно знаю, что для такой схемы я могу использовать старые литий-ионные аккумуляторы и пользоваться в свое удовольствие вот такой вот шикарной музыкой. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok